здравствуйте друзья хочу рассказать вам о такой скандальной истории которая последнюю неделю развивается вокруг банка Wells Fargo Wells Fargo bank это очень ну такой хороший с репутацией банк одним из главных инвесторов этого банка одним из инвесторов главных является Warren Buffett но не может быть не сам лично вот его эта компания Berkshire Investions это крупнейший инвестор и мы в этом банке вот буквально с первых дней нашего прибытия в Соединенные Штаты вот столько сколько мы здесь живем столько у нас там есть счет и это не единственный банк где у нас есть счет потому что у нас там бизнесы и разные бизнесы и личные дела и короче у нас достаточно много там мы разносим чтобы не перепутывались деньги но мы можем сравнить там 3-4 банка и Wells Fargo у них у самых первых появилась шикарная онлайновая система значит банковских услуг там и так далее очень-очень хороший банк ну и тут вот с ним вышел такой конфуз там была такая агрессивная значит политика по открытию множественных счетов то есть вот человек приходит и говорит хочу положить там не знаю там 1000 долларов там на называется чекинг аккаунт расчетный счет но ему говорят а давай мы тебе еще откроем сейвинг аккаунт накопительный а давай мы тебе откроем там я не знаю там может еще чего у них есть и они пенсионные планы в принципе делают они кредитные карты естественно делают но и так далее давай мы тебе это 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 и вот эти sales people которые там начали все это дело люди впендюривают с другой стороны ну во первых не хочешь не бери во вторых людям действительно нужно и то и другое третье как только ты вот выходишь из состояния когда у тебя ни копейки нет а переходишь состояние когда у тебя пара копеек есть тебе действительно нужно и это это и 10 и 20 но в общем они в этом деле не перегибали перегибали и что произошло в результате этих перегибов за последние там я уже не помню сколько пару лет я не скажу точно 5000 человек сотрудников было уволено за то что они в нарушение правил создавали вот эти вот дополнительные счета для клиентов без ведома самих клиентов то есть вот клиент приходит а очень часто у работника есть возможность когда аккаунт создается он ключ доступа к аккаунту он может немножко там так помудрить и в общем сделать так что у него остается и они вот имея доступ к этому счету они там создавали еще какие-то дополнительные счета причем создавали они это не мудрство и лукаво используя имейлы которые шли на вэлсфарго точка ком то есть это в принципе при нормальном софтвере который это делает она мгновенно просто заблокировала бы это и все но не не догадались короче самыми примитивными тупыми методами но люди там тоже может быть были не особо там изощренны создавались аккаунты вот эти вот и создалось их это при том что 5000 человек уволили то есть банк безусловно боролся с тем чтобы они этого не делали с одной стороны с другой стороны они давили их планами всякими там бонусами промоушен и так далее и сотрудники банка в общем обнаружилось 2 миллиона с лишним 2 миллиона с лишним счетов созданных без ведома клиентов вот писаете вот вы живете у вас есть там деньги тут деньги там и вдруг выясняется что у вас где-то еще там пару счетов а вы даже не знали вот можете представить ваше удивление я например не не переживаю поскольку у меня и так там полный набор но она в принципе вот значится что там значит из-за этого получилось из-за этого получилось что скандал банк оштрафовали на 185 миллионов что по их конечно оборотам цифра смешно это у них 22 процента от квартальной прибыли ну вот грубо говоря вот это их масштаб значит но дело не в этом а дело в том что в благородном семействе был получился скандал соответственно значит репутация пострадала а пока когда страдает репутация начинается сбрасывание акций почему сбрасывание акции тоже может быть вас лично это не волнует но вы понимаете что вы понимаете что она приведет к тому что сейчас начнут сбрасывать и если вы сами сейчас не сбросите у вас будет акции на меньшую сумму там и тогда поэтому те кто как бы вот держатели этого хозяйства они начали массово сбрасывать ворен баффетт за один день потерял чуть так чуть больше миллиарда долларов 1.3 чет такое там я не специально не подсчитываю деньги чужие меня не касаются но вот просто сам факт интересный потерял за счет того что акции вэлсфарг банка значит падали соответственно убытки несет его компания он в ней имеет значит определенную долю вот его личная так сказать доля упала на миллиард с лишним вот на этих всех делах акции вэлсфарга ползут вниз уже по пятый день подряд что-то такое в общем просто пример того что такое бизнес репутация и к чему приводит вот бардак да сейчас еще значит говорят о том что может быть надо бы поувольнять там руководителей а то может и посадить тоже сейчас об этом речь идет но сейчас уже подключились следственные органы и не знаю чем закончится я надеюсь что там как бы головы не полетят особо но в общем и в целом вот просто как пример того что на свете бывает счастливо